Вас когда-нибудь удивляло, почему именно американские боевые вертолеты считаются эталоном в мире авиации? Сегодня вы узнаете, какие загадочные секреты скрывает сталь этих могучих машин, и почему их мощь и маневренность вызывают восхищение у пилотов по всему миру. Погрузимся в историю, где каждый винт, каждый болт скрывает тайны, способные изменить ход любых сражений. Перед вами величайшие воздушные титаны, о которых ходят легенды. Это моменты, которые заставляют сердце взволнованно биться и распаляют желание стать частью этой истории. Начну обзор с культового вертолета Bell UH-1 Huey, ставшего известным благодаря своему обширному боевому опыту, особенно во время войны во Вьетнаме. Этот вертолет поступил на службу в американскую армию в 1956 году. Благодаря своей простой, но продуманной конструкции, этот вертолет отличался доступной ценой и повышенной прочностью, что делало его идеальным средством для перевозки войск, боеприпасов и продовольствия через густые вьетнамские джунгли. Оснащенный всего одним двигателем, он мог перевозить до 14 полностью экипированных солдат. Позже модель была модернизирована, получив два двигателя Pratt & Whitney Canada 5T-6, которые были сконструированы таким образом, что даже при отказе одного из них, второй продолжал поддерживать вертолет в полете, несмотря на значительный вес машины. Основным вооружением служил пулемет М-60, который можно было устанавливать на любую дверь. Кресла экипажа бронировались, а сами пилоты получали бронежилеты для дополнительной защиты. Кроме того, Хуэй широко использовался для эвакуационных операций, чему способствовали его высокая скорость и отличная маневренность. Это позволило значительно сократить потери американцев в ожесточенных боях. С началом активной фазы Холодной войны перед Соединенными Штатами возникла необходимость отслеживать подводные лодки Советского Союза, количество которых к тому времени превысило 200 единиц. Именно для решения этой задачи был создан вертолет Sea King, ставший ответом на вызов. Этот вертолет обладал множеством инноваций, таких как турбодвигатели и уникальная конструкция, позволявшая ему совершать посадки непосредственно на воду. Чтобы эффективно выполнять свою основную задачу — поиск подводных лодок, Sea King оборудовали погружаемым гидролокатором, несколькими десятками гидроакустических буев и датчиками магнитных аномалий. Кроме того, на борт устанавливались торпеды и глубинные бомбы. Благодаря своей исключительной маневренности и широкому спектру противолодочного оборудования, этот вертолет стал одним из наиболее востребованных в XX веке. Одной из ключевых особенностей Sea King являлось его использование в качестве президентского вертолета для перевозки глав Соединенных Штатов. Эта функция сохранилась вплоть до наших дней. Президентский вариант оснащен усиленной броней и самыми современными электронными системами, превращая его в настоящий защищенный воздушный кабинет для лидера нации. Производство Sea King осуществлялось в Великобритании, Италии и Японии по официальной лицензии. Модель также поставлялась на экспорт союзникам. Хотя производство этого вертолета завершилось и его заменили моделью Си-Хаук, Sea King все еще используется в ряде стран, включая Иран, Италию, Индию и Испанию. Экипаж вертолета состоит из двух-четырех человек, а максимальная скорость составляет около 129 миль в час. В качестве вооружения используются компактные торпеды Марк-44 или Марк-46, а также глубинные бомбы или ракеты Стинг-Рей. Всего было выпущено более 796 экземпляров Sea King и дополнительно около 600 единиц по лицензии. Вероятно, это был самый продвинутый вертолет своего времени, учитывая многочисленные успешные операции, проведенные им во время Вьетнамской войны. Одной из уникальных черт данной модели является необычная конструкция тандемного ротора, которая максимально эффективно использует мощность двигателя для подъема вертолета в воздух. Отсутствие рулевого винта означает, что вся энергия передается двум главным роторам, которые вращаются в противоположных направлениях и расположены на разной высоте. Такая схема позволяет транспортировать крупные грузы на значительные расстояния. Максимальный вес груза, который может быть подвешен под вертолетом, достигает 24 251 фунта, а внутри кабины можно разместить до 20 000 фунтов. В общей сложности машина способна вместить до 55 военнослужащих. По сути, Чинук представляет собой полноценный летающий грузовик. На этом вертолете был выполнен уникальный маневр, известный как «Делта Квин». Суть его заключается в том, что вертолет опускается на воду, открывая задний люк, чтобы полностью заполнить его водой. Это позволяет быстро погрузить внутрь несколько лодок со спецназом и оперативно эвакуировать группу прямо с водной поверхности. Чинук способен выполнять и другие сложные трюки. Например, он может зависнуть в воздухе или приземлиться только на задние колеса для быстрой загрузки. Существует несколько модификаций вертолета, каждая из которых постоянно совершенствуется. Машина показала себя с лучшей стороны как во время военных действий во Вьетнаме, так и в конфликтах на Ближнем Востоке. Экипаж состоит из одного инженера и двух пилотов. Максимальная скорость полета составляет 190 миль в час. Еще один передовой вертолет я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Эта модель неоднократно признавалась лучшим боевым вертолетом в различных рейтингах и обзорах. Грузоподъемность вертолета составляет почти 25 тысяч фунтов, а разработка и постановка на вооружение произошли в 1962 году. Специально для участия во Вьетнамской войне была разработана модификация CH-50-4 «Тархэ», которая позволила эвакуировать более 380 поврежденных вертолетов. Это помогло сэкономить миллионы долларов, ведь альтернативные методы эвакуации обошлись бы гораздо дороже. Помимо этого, вертолет использовался для транспортировки тяжелой бронетехники, грузовиков и армейских грузов. Машина также могла перевозить универсальные военные контейнеры, которые можно было адаптировать под полевые госпитали или укрытия для личного состава. Гражданская версия вертолета нашла применение в строительстве линий электропередачи в труднодоступных районах. С его помощью удалось проложить тысячи миль таких линий. Модифицированный пожарный вариант вертолета имел емкость для воды объемом 2200 галлонов и успешно использовался для тушения лесных пожаров. Вертолет также востребован в лесозаготовительных работах. Благодаря большой грузоподъемности он помогает перевозить бревна из труднодоступных районов к ближайшим пилорамам. Всего было произведено 105 экземпляров Сикорский С-64 «Скайкрейн». Экипаж состоит из трех человек, а максимальная скорость полета составляет 149 миль в час. В 1971 году на этом вертолете был установлен мировой рекорд. Пилот смог поднять его на высоту 29,5 тысяч футов всего за 6 минут. Даже сегодня этот вертолет остается лидером по ряду параметров и продолжает производиться. Это самый крупный американский вертолет, способный поднимать в воздух груз весом до 14 тысяч фунтов. Первая версия могла перевозить массу, эквивалентную весу четырех носорогов. Вооруженные силы США применяют его для транспортировки войск, проведения эвакуации и подъема тяжелой техники, такой как грузовики СН-53. Основное предназначение вертолета связано с морскими операциями, поэтому его корпус защищен от воздействия воды, что позволяет безопасно приземляться на водную поверхность в экстренных случаях. Разработка вертолета началась в 1964 году, а первые экземпляры поступили на вооружение во время Вьетнамской войны. Важной функцией данного вертолета является возможность использования его в качестве тральщика. Трехмоторный вариант МН-53 способен поднимать в воздух до 32 тысяч фунтов и буксировать тральные сани по воде. Всего было выпущено 522 единицы. Экипаж состоит из трех пилотов, а салон рассчитан на 40 пассажиров. Максимальная скорость полета составляет 191 миля в час. На борту установлен шестиствольный пулемет «Миниган» калибра 0,3 дюйма. Именно на этой модели впервые были выполнены такие фигуры высшего пилотажа, как «Мертвая петля» и «Бочка». Трудно представить топ лучших вертолетов ВВС США без этой модели, разработанной в 1975 году. Boeing H-64 Apache — легендарный вертолет, признанный самым современным ударным вертолетом, находящимся на вооружении американской армии более 30 лет. Он был создан для замены АН-1. Чтобы повысить выживаемость вертолета в бою, конструкторы использовали специальную броню, способную выдерживать удары из зенитного орудия калибра 0,91 дюйма. Также на борту имеется самоуплотняющийся топливный бак, предотвращающий утечку топлива в случае попадания снаряда. AH-64 Apache оснащен 16-ю ракетами Hellfire с лазерным управлением, которые могут поражать цели на расстоянии до 5 миль. Дополнительно вертолет может нести ракетные кассеты для уничтожения небронированных объектов. Под носовой частью установлена пушка калибром 1,18 дюйма, способная вести огонь со скоростью 300 выстрелов в минуту. Вертолет также оснащен ракетами Stinger для одновременного поражения нескольких целей. Летать на вертолетах нужно также безопасно, как и ездить по земле. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов? Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Для обеспечения миссий межконтинентальных баллистических ракет и сопровождения операций ядерного сдерживания в США был создан вертолет Gray Wolf, представляющий собой военную версию гражданского вертолета AW139. MH139A, разработанный компаниями Boeing и Leonardo, оснащен двумя двигателями, системами повышения живучести, военной связью и навигационными комплексами. Кабина и пассажирский салон защищены броней, а топливные баки являются ударопрочными и самовосстанавливающимися. Вертолет также оборудован системой предупреждения о ракетной атаке и средствами радиоэлектронной борьбы. Инфракрасные камеры обеспечивают круговой обзор. Кабина Gray Wolf рассчитана на размещение до 15 человек. Экипаж вооружен двумя внешними пулеметами М240. Максимальная скорость вертолета составляет 192 мили в час, а крейсерская скорость — 155 миль в час. Без дозаправки MH139A может пролететь расстояние более 257 миль, оставаясь в воздухе до трех часов. Конвертоплан V280, разработанный компанией Bell Helicopters, — это новый боевой летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и дальним радиусом действия. Эта машина отличается высокой скоростью, маневренностью и выносливостью. Инновационная конструкция Valor позволяет ротору и приводным валам изменять угол наклона, при этом двигатели остаются неподвижными. Конвертоплан способен развивать крейсерскую скорость до 322 миль в час, а его боевая дальность полета достигает 920 миль. Эти характеристики позволяют V280 Valor справляться с любыми задачами, а его маневренность значительно превосходит возможности традиционных вертолетов. Конвертоплан рассчитан на экипаж из четырех человек, а в кабине могут разместиться до 14 пассажиров. В новом высокомощном военном вертолете Defiant X, совместной разработки компаний «Сикорский» и «Боинг» использованы передовые технологии. Уникальная роторная система и улучшенная авионика делают Defiant X чрезвычайно эффективным для выполнения разнообразных задач. Два его ротора вращаются в противоположных направлениях, а хвостовой ротор отсутствует. В Defiant X применяется технология X2 от компании «Сикорский», которая обеспечивает выполнение миссий на высоких скоростях даже при необходимости выполнения задач, требующих низких скоростей. Это дает армейским летчикам возможность быстрого маневрирования в условиях повышенной угрозы, уменьшая риск столкновения с огнем противника. Такая система обладает целым рядом преимуществ. Увеличенная маневренность, снижение затрат на техническое обслуживание, повышение уровня безопасности. Вертолет производит меньше шума, что позволяет ему действовать в режиме скрытности. Современная авионика включает новейшие датчики и камеры, обеспечивая пилотов полной информацией о ситуации на 360 градусов. Они могут видеть потенциальные угрозы со всех направлений. Во время последних испытаний, проходивших на юге Флориды, вертолет Defiant X показал скорость в горизонтальном полете свыше 279 миль в час. Другие тесты включали полеты с углом крена более 60 градусов и подъем управляемой реактивной системы залпового огня весом около 5290 фунтов. Кроме того, вертолет продемонстрировал отличную маневренность на малых скоростях, благодаря использованию новой электродистанционной системы управления. С помощью Defiant X американская армия сможет доставлять военнослужащих и разнообразные грузы на расстояние, вдвое превышающие возможности ее нынешнего флота. Вертолет King Stallion специально разработан для Корпуса морской пехоты США и предназначен для замены модели CH-53E. Будучи самым мощным вертолетом в своем классе, King Stallion обеспечивает более быструю транспортировку большего объема груза в зоне применения. Корпус морской пехоты уже получил 9 таких вертолетов, а к 2025 году планируется принять на вооружение 44 единицы CH-53K. В целом планируется закупить 200 этих винтокрылых машин. На King Stallion установлен двигатель, который вырабатывает на 57% больше лошадиных сил. При этом количество деталей в вертолете сокращено на 63% по сравнению с его предшественником. CH-53K спроектирован таким образом, чтобы он мог поднимать почти 31 тысячу фунтов на радиус действия 110 морских миль в различных боевых условиях. Это позволит морской пехоте США и международным вооруженным силам быстрее и эффективнее, чем когда-либо ранее, перебрасывать войска и технику с корабля на берег и в гористую местность. Современные военные вертолеты проходят модернизацию, либо заменяются новыми моделями, основанными на совершенно новых платформах. Военно-воздушные силы США продолжают двигаться вперед, стремясь сохранить превосходство в воздухе, обеспечивать поддержку наземных операций и выполнять гуманитарные миссии. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.